В Ярославском цирке большая премьера, продюсерский центр Гееразы представляет новое шоу Гиппопотамус. Программа сплетает классические цирковые жанры с балетом, а главные герои шоу – бегемоты. В чем секрет дрессировки этих животных, узнаем у гостя студии народного артиста России Тофика Ахудова. Тофик Гусинович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы, пожалуй, один из единственных, кто выводит на манеж несколько бегемотов. Почему именно эти животные вам так интересны? Ну, во-первых, я один из тех, которые не просто выводят бегемотов, а исполняют трюки бегемота. Они работают как артисты, понимаете? Это большое, имеет значение. Выводят, есть тоже, которые выводят манеж, а они у меня работают как собаки. Вот это большое достижение в дрессуре этих животных. Дальше вы сказали… А почему именно бегемоты? Почему именно бегемоты? Потому что, когда я заинтересовался дрессурой как таковой, вообще, у меня не было желания каких-то других животных взять, потому что я знал прекрасно цирк, видел очень много номеров по свету, ездили и видели. Вот. И я решил именно конкретно бегемота. Я знал, что это сложно, я знал, что это необычно, я знал, что они очень тяжелые в дрессуре животные. Я умышленно шел на это. И уверен был на… Я не знаю, на 100% нельзя быть уверенным, но был очень уверенный, что я смогу добиться, сделать большие достижения с этими животными в дрессуре. А в чем ваш секрет? Как нужно правильно работать с бегемотами? Они кажутся такими неповоротливыми? Весь секрет в том, что терпение и много работы. Работать, работать, работать и работать. И терпение. Вот. Здесь в дрессуре нельзя быть горячицей, там нужно иметь, как говорят, ну, совершенно спокойно подходить к этому вопросу, к животным. И если это ты сумеешь выдержать, то ты сможешь добиться много чего. А по характеру какие бегемоты? Они податливые? Они, понимаете, они умные животные. Они умные животные, их даже я не знаю, с кем можно сравнить. Вот. Они произошли от кашелотов, от китообразных. Вот. Ну, так вот сложилось, что потом они уже на суше стали находиться. И поэтому очень сложно этих животных дрессировать от того, что они слишком умные. Но они имеют очень тяжелый характер. Они очень упрямые. Очень упрямые. Причем не просто так вот упрямые, а умышленно упрямые бывают. Вот что-то им не нравится, они не хотят, они, хоть ты убейся, они могут, так сказать, не выполнять. Ну, я их взял с детства, воспитал. То есть характер у них установился уже тот, который... Они знают, что я от них хочу. Самое главное, когда контакт с животными. А я знаю, что я хочу от них. Вот и все. И у нас такой общий контакт. А расскажите про ваших бегемотов. Как их зовут? Сколько им лет? И их особенности главное? Чем они уникальны? Я их взял в годовалом возрасте. Привезли мы самолетом из Израиля. Они находились там в сафари-парке. Вот. Конечно, им в жизни повезло в том смысле, что они попали именно в цирк. Почему? Потому что в цирке их кормят, их чистят, их моют, их не обижают. А в природе они подвергаются очень жестокому обращению со стороны самцов. Вот. Даже когда я получил их в маленьком возрасте годовалом, у меня у одной девочки, которая у меня, она сегодня у нас вожак, у нее был уже шрам тогда сбоку. А в природе бегемоты, огромные самцы, они очень ревнивые. И они могут взять детедыша, даже своего родного, могут его до смерти забить раз. Во-вторых, он наверняка его в пасть брал, потому что у нее клыком пробита сбоку кожа. Вот. Они толстокожие, но все равно, знаете, вот. И вот этот вот шрам сохранился. Ну, думают люди, а почему шрам такой? Ко мне, я работал в Москве еще до этого, ко мне англичанка подошла и мне говорит, а почему у нее такой шрам? Я говорю, а вы знаете, как в природе, какие жестокие бегемоты в природе, как они обращаются с детенышами? Нет. Я говорю, вот так вот. Вот большой бегемот ее взял в пасть, а у них очень острые клыки. Очень острые. И вот он пробил ей, так сказать, хорошо, что не повредил внутренние органы, и все. Вот такое вот было. А по характеру какие они? Они все разные. Вот три бегемота. Одна ленивая, другой такой, немножко с хитрецой там становится. А вторая, а третья очень вот вожак, я ее почему вожаком сделал. Она самая умная была, самая смелая была. И вот поэтому, я же проверял. Там, знаете как, там, вот мы их привезли когда, да? Они же в клетках были. Мы их привезли в клетках. Они кидали все постепенно, постепенно. Когда вот момент, когда из клеток нужно было их выводить, одна прямо бросилась аж на этот, на ванну, знаете, со злостью, да. И вот первое, кто в воду. Эти двое суток не шли в воду. А вот Яна, вот Яна, Яна Злата и Аида. Яна, она первая пошла в воду. То есть сообразила, что нужно подняться по этой лестнице и пойти в этот бассейн. А какие уникальные трюки исполняют бегемоты? Ну, 80% трюков, которые исполняют мои подопечные, а до меня в мире никто не исполнял. Ну, по барьеру там ходят, и у других ходят, по барьеру там все это. А вот так, чтобы вот остальные трюки в природе не было такого. А как вы думаете, почему, с чем это связано, что только вы вот готовы браться? Ну, вот у меня, я вообще очень, ну, как вам сказать, если я за что-то берусь, я стараюсь сделать, чтобы это было хорошо. я работал в несколько разных номеров в жанре эквилибристики. И у меня все номера были, которые очень сильно котировались, и лауреаты мы были, и ездили очень много за рубеж. То есть у нас была сильная-сильная работа в жанре эквилибристики. Почему я вот сейчас страдаю от кистей, там вот всего, это, знаете, сложная работа была. Так и здесь хотелось сделать сильную работу. Нужно было проявить характер. А бегемоты там, знаете, там кто, у кого сильнее характер, тот и будет. А какие-то курьезы происходили во время представления, когда что-то шло не так, что-то выходило, может быть, из-под вашего контроля? Ну, с этими бегемотами вроде пока все нормально было. Ну, были, они проверяют меня, выпады были такие, знаете, во время работы, а, пасть открывай, так и боюсь я или не боюсь. То есть они вас проверяют? Они постоянно проверяют. Они постоянно проверяют. Мне надо быть просто всегда на чеку. Вот. А так, очень опасно, потому что, вот у меня был бегемот, я с ней, она у меня почти 30 лет прожила. Да, я с ней весь мир объездил, жужа большая. Так вот, она меня в Китае, мы были на гастролях в Китае, она меня так долбанула, что я вообще улетел метров на пять, наверное. Я не мог работать, я, у меня, хорошо, что в плечо, а я был физически более такой, знаете, весь в мышцах. И вот она, как мне в плечо в этот ДАС, я как улетел, все это. И вы прекратили шоу, или как дальше? Нет, я доработал, доработал, а потом вообще руку не мог поднять. У меня тогда супруга моя работала, сын, я команды давал, все это, я рядом находился. то есть, но сам я не мог, ни с хлыстом, ничего не имею. А с чем это могло быть связано, раз вы так столько времени работали с Жужей, почему она себя так проявила, как вы считаете? А вот это такие животные, может быть, она не так хотела на меня напасть, но она как, матанула головой сильно, а у нее голова там полтонны весит. Как даст ее улетел? Она сама вообще весила две с лишним тонны, две триста с чем-то. Ее на весах в Америке взвешивали, специальные весы огромные привезли, да, я туда ее завела, очень низкие, чтобы можно было в животных. Специально для животных у них есть вот такие вот весы. И взвешивали для рекламы, они снимают, они же все делают для рекламы, все, на всем делают рекламу. А во время гастролей как вы перевозите своих бегемотов? У нас специальные фургоны, где имеются бассейны, отопление, все-все-все-все как положено. Он теплый, утепленный, все это. И в комнатной температуре вода заливается в бассейне, и они всю дорогу находятся в воде, то есть они в бассейне. Допустим, останавливаемся, когда нужно покормить животных, они выходят из вольера, мы их кормим в вольере, и все, покушали, поднялись. А что они, кстати, кушают? Они едят, они вегетарианцы чистой воды, едят, значит, у нас мы делаем такие винегреты, такие вот чаны такие большие, винегрет, картошка, все в сыром виде, картошка, морковка, немножко свеклы, капуста, вот, туда добавляем еще вот этот отруби, добавляем запаренный авиоз цельный. Ну и зимой даем, значит, рыбий жир в гранулах, потому что если жидкий, то они есть не будут, запах и все. А это без запаха гранулы. Мел специально кормовой, это в зимний период. А уже с весны начиная, мы даем дрожжи кормовые, специально, чтобы была хорошая кожа. Дмитрий Гусеевич, расскажите, пожалуйста, о планах на будущее, как дальше планируете удивлять своих зрителей? Ну, в цирке, правильно вы сказали, в цирке надо удивлять. Что-то, если ты покажешь, что-то необычное, понимаете, как. Ну, необычное, вот, например, вот, почему я взял, вы говорите, почему ты взял именно бегемотов? Ну, я вот взял бегемотов, да, зато у меня приглашение было, я работал во многих странах мира, понимаете, как. Меня приглашали и в Австралию, приглашали, не просто там меня включили в программу из нашего Росгоссирка, нет, меня приглашали конкретно, требовали, Австралия требовала, США специально меня искал, понимаете, как, Мексика, там многие страны, европейские страны, вот, Юго-Восточная Азия. И поэтому я взял то, что лучше быть необычным дрессировщиком, понимаете, необычных животных дрессировать, чем повторить что-то, которое исполняли уже, или в худшем варианте, или, ну, в лучшем случае хотя бы тоже повторить. А здесь вот пусть повторят, я шапку сниму, вопросов нет. Туфий Гусенич, большое спасибо за интересную беседу. Это была программа «В тема», оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова